Сериальная индустрия сейчас находится в своем рассвете. Ежегодно выходит большое количество громких премьер, собирающих у экранов внушительную зрительскую аудиторию. В 2024 году мы увидим продолжение полюбившихся проектов, новые оригинальные шоу и финальные сезоны популярных историй. Вот несколько сериалов разных жанров, которые уже вышли, и вот что известно об их сюжете. Берлин. Спин-офф нашумевшего испанского сериала «Бумажный дом», где речь идет о персонаже Андресе де Фанойсе с позывным «Берлин». Это полноценный сериал и приквел о том, что было до событий основного сюжета. Вместе с командой талантливых воров он разрабатывает и пытается реализовать одно из самых дерзких ограблений в истории. И получить ювелирные украшения ценой в 44 миллиона евро. Сериал снят в достаточно зрелищной и увлекательной манере. Как всегда, присутствует интрига, а героев ждет множество приключений на пути к их общей цели. А всякие крутые и отлично продуманные аферы команды держат в напряжении переживаний за их успешное воплощение. Кюнсёнское существо. Южнокорейский фантастический сериал с Пак Со Джоном и Хан Су Хи в главных ролях. Действие разворачивается весной в 45-м году в Кюнсоне. В центре сюжета оказывается обеспеченный молодой человек, который входит в число самых влиятельных людей города. Его ничего не волнует, кроме собственной персоны. И он не сильно озабочен вопросами морали и справедливости. Однако случайная встреча с бесстрашной девушкой, занимающейся поиском пропавших людей, переворачивает его жизнь с ног на голову. Новая знакомая заставляет парня переосмыслить все свои ценности и посмотреть на мир иначе. Вместе им предстоит сразиться с чудовищной сущностью, рожденной из человеческой жадности. Единожды Солгав Британский драматический сериал, основанный на одноименном романе Харлана Кобена. В центре сюжета оказывается вдова Майя Стерн, которая не может смириться со смертью своего мужа Джо, убитого при чудовищных обстоятельствах. Но однажды горе сменяется смятением, когда на камерах видеонаблюдения она замечает мужчину, где в нем узнает своего покойного супруга. Тем временем детектив, занимающийся расследованием убийства Джо, параллельно разбирается с собственными темными секретами. А племянники Майи решают самостоятельно расследовать убийство своей матери, погибшей несколько месяцев назад. И кажется, что убийства могут быть связаны. В сериале полно неожиданных поворотов, так как Харлан Кобен умеет запутывать сюжет. Убийство в пригороде Австралийский криминальный триллер со звездой черных парусов Люком Арнольда. Действие происходит в небольшом провинциальном городке, где бесконечно царит засуха. В центре событий оказывается молодой священник, который однажды открывает огонь по своим прихожанам. Убивает пятерых человек, а потом и сам погибает от пули полицейского. Год спустя в городок прибывает известный журналист, чтобы написать очерк, посвященный годовщине со дня трагедии. Буквально после его приезда городок потрясает новое преступление. Но скоро ему становится ясно, что кто-то не хочет, чтобы правда была раскрыта. В итоге мы имеем крепкий триллер с умеренной динамикой, относящийся к категории сельского нуара. Букмекер Американский комедийный сериал от создателей ситкомов «Теория большого взрыва» и «Два с половиной человека». Речь пойдет о владельце букмекерской конторы из Лос-Анджелеса, который всеми силами пытается удержать свой бизнес на плаву, в то время как власти Калифорнии планируют легализовать спортивные ставки. В попытке решить свои проблемы и наладить жизнь героя мотает по разным уголкам Лос-Анджелеса. Вместе со своим приятелем, сестрой авантюристкой и бывшим наркоторговцем главный герой выбивает долги с клиентов и одновременно делает множество рискованных ставок, чтобы подзаработать. Главную роль сыграл американский стендап-комик и актер Себастьян Манискалко. Наиболее известен благодаря второстепенным ролям в картинах «Зеленая книга», «Ирландец» и «Уикендс батей». Перси Джексон и Олимпийцы Это телевизионная адаптация цикла фэнтезийных приключенческих романов американского писателя Рика Риордана, о мальчике, который оказывается сыном морского бога Посейдона. Перси Джексон и Олимпийцы – одна из самых продаваемых книжных серий в истории. Голливуд давно увидел финансовый потенциал франшизы и в 2010 году выпустил экранизацию. Но блокбастер не понравился фанатам первоисточника. Сериал попытается исправить ошибки предшественника. Во-первых, хронометраж событий не придется вновь урезать, а во-вторых, в разработке участвует сам Риордан. Первый сезон адаптирует первую книгу цикла «Похитителя молний». По сюжету, в современном мире, где живут и властвуют греческие божества, подростка-полубога Перси Джексона обвиняют в краже молнии Зевса. С этого момента начинается его полная опасность и приключение, связанное с богами древнегреческого пантеона. Братья Сунь. Экшн-комедия о криминальной жизни американо-азиатских диаспор и одном семействе, втянутом в кровавые разборки. События начинают развиваться, когда влиятельный преступный авторитет погибает от рук неизвестного убийцы. А его старший сын, легендарный киллер, вынужден отправиться в Лос-Анджелес, чтобы защитить свою мать и наивного младшего брата Брюса. Выросшие в разных мирах герои быстро находят контакт, но не общий язык, что красиво показано через незнающего мандаринский Брюса, из-за чего ему никак не удается вписаться в криминальное сообщество и понять их речь. Возможно, сериал станет достойной альтернативой для всех фанатов «Война» закрытого HBO в 23-м году. Криминальное прошлое У Apple TV Plus вновь большие планы по выпуску престижных сериалов. И первым крупным проектом года стал «Криминальное прошлое». Это британский криминально-драматический сериал Пола Рутмана с Питером Капальди в главной роли. Действие происходит в самом сердце современного Лондона. Анонимный телефонный звонок вынуждает двух блестящих детективов вернуться к старому делу об убийстве. Молодой сержант, недавно начавшая свою карьеру, и опытный инспектор объединяются, чтобы раскрыть давние преступления. Как мы уже знаем, британские детективы лучшие на телевидении, но явно не самые зрелищные. Однако данная работа стала приятным исключением из правил. Классический процедурал разбавлен масштабными перестрелками, погонями и драками, а главное – дьявольским Питером Капальди. Третье лишние Это приквел комедии «Третий лишний» с Марком Уолбергом в главной роли. На этот раз события происходят в Бостоне в 93-м году. Перестав быть просто любимой игрушкой, плюшевый медвежонок Тед обретает разум и становится лучшим другом своего хозяина – 16-летнего Джона Беннета. Как любой подросток Джон переживает гормональные, физиологические и психологические изменения, приносящие ему массу хлопот и заставляют задаваться сложными и неудобными вопросами. Но Тед готов на все, лишь бы помочь своему владельцу познать взрослый мир во всем его разнообразии. Зрителей ждет фирменный черный юмор с пошлыми гэгами, насилием и сексом, словом, все то, что полюбилось в более ранних работах. Месье Спейт Драматический детектив от создателя мини-сериала «Ход королевы» Скотта Фрэнка. Основанный на романе Дэшела Хэммета «Мальтийский сокол». Действие сериала происходит в 1963 году. Частный детектив Сэм Спейт решает отойти от дел и поселиться в приятном местечке на юге Франции. Но в местном монастыре кто-то жестоко убивает шестерых монашек. Обстоятельства преступления вынуждают детектива вернуться к своей работе и начать собственное расследование. Пока он пытается найти убийцу, в городе начинают ходить слухи о том, что в преступлении замешан ребенок со сверхъестественными способностями. Спейт решает присмотреться к жителям и обнаруживает, что каждый из них скрывает какие-то тайны. Настоящий детектив HBO не оставляет попыток воскрестить культовый настоящий детектив. Пять лет назад сериал уже возвращался с достойным, но не привлекшим аудиторию третьим сезоном. Теперь на канале выходит не то чтобы четвертый, а скорее просто новый сезон. События разворачиваются в городе Эннис на Аляске, где таинственным образом пропадают шесть сотрудников Арктической исследовательской станции. За расследование дела берутся детективы, которым предстоит докопаться до истины, погребенные под вечными льдами. Главная особенность проекта – это отсутствие Ника Пицалата. Теперь за сценарий режиссуру отвечает Иса Лопес, которая призналась, что планирует сделать мрачного двойника первого сезона. Вместо знойной Лузианы, холодной Аляска – две женщины и сжатые сроки. Экспаты Это экранизация одноименного романа американской писательницы Дженнис Ли. Сериал поведает истории нескольких женщин из разных стран, переехавших в Гонконг и пытающихся привыкнуть к новому месту новым людям и нравам. Среди них архитекторы США, переживающие за свой новый проект. Девушка из Кореи, убегающая от своего таинственного прошлого. Легкомысленная англичанка, мечтающая родить ребенка с ненадежным мужчиной и местная львица из высших слоев общества. Пониженная в социальном статусе и многое другое. Жизни всех женщин неожиданно пересекаются, когда младший сын архитектора неожиданно исчезает. Как и в прошлых своих работах, режиссер Лулу Ван исследует жизни на стыке культур, семейные трагедии, воспевание прошлого и борьбу за будущее. Мальчик поглощает вселенную Австралийский мини-сериал, основанный на одноименном романе-бестселлере писателя Трента Далтона. В центре сериала 12-летний мальчик, которого на первый взгляд окружают обычные люди. Но на самом деле его отчим наркодилер, а мать наркоманка. Он пытается найти поддержку у старшего брата, давшего обет молчания, и бывшего заключенного, ставшего ему почти нянькой. Несмотря на превратности судьбы, история взросления подростка 80-й годы показывает не только насилие, но и волшебство этого мира. Эта история взросления, не забывающая намекать на то, что есть место надежде и ожиданию чуда. Властелины воздуха Военная драма об американских летчиках-бомбардировщиках, где они внесли неоценимый вклад в победу над Гитлером во Второй мировой войне. В центре сюжета, основанной на документальных кадрах факты истории Второй мировой войны глазами американских и британских летчиков. Проект основан на книге Дональда Миллера «Повелители воздуха». Американские бомбардировщики, которые вели воздушную войну против нацистской Германии. Это проект «Долгострой», где он должен был завершить трилогию мини-сериалов HBO о Второй мировой войне. Но что-то пошло не так, поэтому «Наследник братьев по оружию» и «Тихого субтитры создавал DimaTorzok» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok